МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Все главное за день". Узнаете в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наблюдатели ОБСЕ сегодня так и не добрались до Дебальцева из-за постоянных обстрелов. Инспекторы в Украине провели видеоконференцию со штаб-квартирой организации Вени. Четыре часа обсуждали ситуацию на Донбассе. Вот что рассказали нашим журналистам. Сейчас 20 наших наблюдателей патрулируют восток Украины. После подписания мирных соглашений в Минске мы зафиксировали нарушение перемирия в Горловке, и на Киеве, и, конечно же, в районе Дебальцева. Мы не видим отвода тяжелого вооружения. Но есть и положительные моменты. Довольно спокойно в Донецке и Мариуполе. Мы ждем включения из администрации президента. Вопросы относительно ситуации на Востоке и возможные варианты развития событий обсудим с замглавы АП Валерием Чалым. Но вначале узнаем последние новости из Дебальцева. С нами на связи Веня Амин Трубачев. Веня, здравствуй. Бои не утихают. Да, Алексей, в районе Дебальцева продолжаются сложнейшие бои. Боевики продолжают обстреливать сам город и подъезды к нему. Вот сегодня, предположительно, из градов была обстрелена дорога из Дебальцева, которая ведет из Артемовска в Дебальцево. Снаряды взорвались рядом с газопроводом. Произошел сильнейший взрыв. Все это случилось на глазах у журналистов, находившихся поблизости. И вот один из водителей получил ранение в руку. Ситуация в Дебальцево ежеминутно ухудшается. Город сейчас фактически в окружении. Все дороги простреливаются боевиками. Вот сегодня ночью часть украинских военных пыталась прорвать кольцо. Колонна попала в засаду. Техника подорвалась на фугасах. Ребятам пришлось за боями прорваться уже пешком. И вот таким образом вышло только семь человек. Мы выходили из окружения колонной. Очень грамотно были расставлены фугасы. Три наших единицы техники. Это Урал, БМП. Два Урала и БМП подорвались моментально. О других единицах я просто не имею представления. Потому что в момент меня немного оглушило. То есть они либо проскочили, либо завернули назад. В Дебальцево уже несколько дней идут уличные бои. Частично город уже контролирует террористы и российские войска. Об этом мне рассказали военные, которым сегодня ночью удалось выйти из окружения. Боевики укрепляют огневые точки прямо в домах в городе. Также у них есть серьезная поддержка бронетехники и танков. Украинские военные пытаются держать свои позиции и просят о поддержке. В центре города и на ЖД вокзале находятся кадыровцы. В городе идут уличные бои. Частично. Наши контролируют город. Особенно крест. Еще там наши военные есть? Наши военные есть. Есть наши ребята. Сейчас в районе Дебальцево остается довольно большая группировка украинских войск. Боевики также применяют сейчас вот такую тактику создания локальных котлов. Например, берут в окружение отдельные блокпосты и обстреливают позиции из тяжелых вооружений, градов и минометов. Также издалека даже слышно, что в районе города постоянно слышны взрывы и залпы. Тонны железа, начиная с сау крупных калибров, пионы, акации, гвоздики, минометы, ураганы. Там зараз пейзаж. Ну, я не знаю, как в электрических картинках. Дерево подносено в архивке. Просто выйти воронка на воронке, разбить и будинки. Ну, вот на этом участке фронта боевики взяли в плен военных из 101-й бригады. Вот один из российских каналов показал видео, на котором армейцы якобы сами сдались. Однако нам сказали в генштабе, что это не соответствует действительности. Это неправда. Военные попали в засаду. Был серьезный бой. Только после того, как закончились боеприпасы, боевики схватили военных. Наши військовослужбовцы ведут запекли бои с противником. Противнику не с одного метра. Масового значения в полон немає. Это российские ЗМИ поширюют такую информацию, чтобы посеять какую-то панику. Так, сегодня было, что группа наших військовослужбовцев потрапила в огневую пастку, и боевики их захопили в полон. Проте это небольшая группа людей, и штаб антитеррористической операции делает все, чтобы вызвать этих людей из полона. Ну и вот вечером российские ЗМИ распространили еще одну новость, что в Дебальцево получил ранение один из лидеров боевиков Захарченко. Однако ни фото или видео подтверждения этому пока нет. Алексей. Веня, спасибо за информацию. Ну вот такие вот дела в Дебальцево. Все последние новости узнали от моего коллеги Вениамина Трубачева. Срочная новость. Совет безопасности ООН сегодня рассмотрит резолюцию по Украине. Об этом в своем твиттере написал постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев. Заседание начнется в 10 вечера по киевскому времени. Проект документа, напомню, предоставила российская сторона. Рассматривать его должны были еще в воскресенье, но из-за разногласий отложили. И далее говорим с заместителем главы администрации президента Валерием Чалым. Он с нами на связи. Валерий, здравствуйте. Спасибо, что присоединились, нашли время. Первый вопрос, кстати, на последней информации. Чего ждать от Совбеза ООН? И какой видите ситуацию вы и президент на востоке Украины? Она критична, понятна. Что дальше? Продолжение следует... Другой момент, я думаю, что мы не будем конспонсором цієї резолюции, то есть не будем автором, но мы не будем блокировать такое решение. Потому что эта резолюция, в том числе, и фиксирует территориальную ценность и суверенитет Украины, независимость Украины и подальше заходы для того, чтобы действовать именно в ООН. Мы закликали уже сегодня ООН действовать решение, как и ОБСЄ, висловить протест против того, что было сделано власне. Как и Европейский Союз, который поддерживал Німеччину и Францию с их мандатом на переговоры мирные. И в том числе, где Генеральный секретарь заявил про поддержку такого мирного плану. То есть сегодня брутальное порушение. Украина дотримала всех своих обязанностей. И весь мир должен в ближние дни дать решительную оценку такому порушению. С боку тех, кто был и подписатом как раз комплексу заходов, я напомню, что там были подписи и тех, кто ранее в Минске подписывал представителей так званых ДНР, ЛНР. И самое главное, декларацій, которую затвердили лидеры страны-участники нормандского формата. Президент России Володимир Путин, канцлер Німеччины, президент Франции и президент Украины. Мы требуем выполнения, первое, это прекращение огня, стало безумовно и надежно, что порушивается полностью сейчас. И, очевидно, сегодня мы ждем такой оценки света. Свет должен проявить солидарность с Украиной, я думаю, что так и будет. Валерий, ну а кроме ожидания вот этой оценки, какие еще дипломатические инструменты остались у Украины для решения этой ситуации? Или они уже исчерпаны? Нет, просто сейчас, очевидно, что мы готовились к различным сценарям. Мы не думали, конечно, что будет так брутально все порушиваться, но Минск, это основа, в принципе, еще не сруйнована, как вы называли, что папирцы. Нет, это не папирцы, это кто-то пробует их сделать папирцами, что мы не даем сделать, потому что нужно выполнить все, про что договорились. У нас весь комплекс заходов, поэтому никому не вдастся это все зруйнувать. И другая вещь, что дальше для выполнения и имплементации нужны, может быть, дополнительные заходы. И я думаю, что и Европейский Союз, и НАТО, и Краины Захода должны подумать, какие подальше заходы тиска на агрессора должна быть использована. Хорошо, Валерий, если все вот эти механизмы не сработают, какие варианты развития событий, урегулирования этой ситуации сейчас обсуждаются в администрации президента? Я знаю, что вы недавно только вышли с очередного совещания с Петром Порошенко. Очевидно, в різных форматах президент проводит постоянную координацию как силового блоку, так и дипломатичного. Это все взаимопоеднано. Щойно завершилась разговора с канцелем Немеччины. Очекается разговора с президентом США. То есть, эта работа ведется. Заходы, я думаю, что вы увидите завтра. Я думаю, что эти заходы будут абсолютно чуткими и действительными. Главное, чтобы были эффективными. Действительно. Я еще раз наголошу. Мова не про то, чтобы втратить час. Мова про то, что идет постоянная работа. Мы готовились, еще раз скажу, до разных сценариев. Но сегодня, очевидно, что та оборона, которая держится, и вы слышали про то, что держат оборону, мы должны просто понимать, что сегодня должно начаться отведение войск. Всех сторонами. Вже сьогодні. И они не хотят дать этого возможности. Они хотят все сделать так, чтобы уничтожить мир. И это понимают все уже в свете. Поэтому в следующий период уже не будет тех, кто гарант, кто не гарант. Будет только ответственная сторона Россия и поддерживающие им сепаратисты. Или найманцы, которые сегодня за указками из Кремля фактически руйнуют мы. Валерий, здесь я с вами только соглашаюсь, потому что реакции мира. Вот сейчас буквально через минуту я буду говорить. Спасибо вам за то, что вы нашли время. Я знаю, что у вас действительно плотный график сейчас в эти дни. Еще раз спасибо. Это был замглавы администрации президента Валерий Чалый. Отвечал на вопросы подробностей. И о том, о чем говорил только что господин Чалый, реакции мира. Пример. На ситуацию в Дебальцево отреагировали в Госдепартаменте США. Пресс-секретарь Госдепа Дженнифер Саки заявила, боевики отказываются соблюдать режим прекращения огня. И всю вину за нарушение перемирия она возлагает на сепаратистов. Также это делает и посол США в Украине. Вот что Джеффри Пайет заявил в интервью радио BBC. Ответственность за нарушение перемирия лежит на сепаратистах и россиянах, которые их поддерживают. Мы публично заявили, что там присутствуют российские регулярные войска, что они ведут огонь в районе Дебальцево. После переговоров с президентом Порошенко и премьером Яценюком мы сделали вывод, что они очень хотят, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Но, как мы видим, сепаратисты в районе Дебальцево ни на секунду не прекращали обстрел. Дебальцево сегодня на первых страницах всех мировых СМИ. Бои за город могут превратить минские соглашения в макулатуру. Об этом пишут ведущие издания. Какова реакция Запада? Подробнее Татьяна Лагунова. После личных переговоров в Минске лидеры нормандской четверки перешли к переговорам в телефонном режиме. За последние несколько дней Меркель, Порошенко, Алант и Путин созванивались несколько раз. Последний разговор состоялся накануне вечером. Беседовали трое канцлеров Германии и президенты Украины и России. Официальная информация скупая. Вот что сообщает прислужба немецкого правительства. Обсудили ситуацию в Дебальцеве. Меркель и Порошенко призвали Путина повлиять на сепаратистов, чтобы те прекратили огонь. И можно было приступить к выполнению следующих пунктов минских соглашений. В частности, к отводу тяжелого вооружения под наблюдением ОБСЕ. Что ответил Путин, не сообщается, но эксперты не сомневаются. Согласия Меркель и Порошенко не услышали. Прекратить огонь и приступить к отводу тяжелого вооружения призывают Брюссель и Вашингтон. Там обеспокоены боями в Дебальцеве и призывают соблюдать подписанные договоренности. А главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлова обошелся без призывов. В своем твиттере он написал, что сепаратисты отказываются соблюдать режим прекращения огня в Дебальцеве. И не допускают туда наблюдателей ОБСЕ. Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рютген ответственность за бои в Дебальцеве возложил на Путина и пригрозил России новыми санкциями, если перемирие не будет соблюдаться. Нарушение договоренности заметили и в Париже. Главный дипломат Франции Лоран Фабиус обеспокоен боями в Дебальцеве и тем, что тяжелое вооружение до сих пор не отводят. Об этом он сказал, выступая в парламенте. Лидеры Германии, Франции, Великобритании и США официальных заявлений сегодня пока не делали, но скорее всего они прозвучат в ближайшие часы. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Луганская область. Соблюдается ли там режим прекращения огня? На связи Ярослав Кречко. Ярослав, здравствуй. Как ведут себя террористы? Добрый вечер, Алексей. В Луганской области режим прекращения огня не соблюдается на Бахмутской трассе. За ночь террористы выпустили по позициям украинских военных на Бахмутке более 80 реактивных градовских снарядов. Из минометов обстреляли наших военных возле Золотого. Потерь, к счастью, нет. Установки, напевно, грады. Запал у них, напевно, был кумулятивный. Потому что, видите, какие воронки тут. Так я обычно в бронежилете ходу. Думаю, перемирю. Типа, может, огня не будут открывать. Я без бронежилета пришел сюда на плавпост. Вот, видите, результаты. Вот результаты. Если бы не цей автоматчик, может, я бы уже имел бы его тут. А вот попал он не осколком. Военные рассказывают, это не был хаотичный огонь. Так террористы действовали во время прошлого режима тишины. Они стреляли сейчас в этот раз четко по блокпосту. Причем кумулятивными снарядами, которые, к счастью, в блиндажи не попали. Молимся, чтобы, говорит, и не попало. Потому что, если где-то рядом попадет, оно просто придавит. Тут же тонаж-то большой над головой. Несколько бревен, земли. Так что, если, не дай бог, это обсыпется. Мало не покажется. На Бахмутке террористы сегодня обстреляли и Ново-Ташковское. Поселок фактически изолирован. Главная трасса туда простреливается, а проселочными дорогами на легковой машине не проехать. В соседнем селе Нижнее мы встретили жительницу Ново-Ташковского. И вот она рассказала, что там сейчас осталось лишь несколько десятков людей. Чекаемо, конечно, чекаемо. Все люди хотят применить. Боже мой, как было раньше. Обстрелы идут. Мы молчим, ждем. Ждем, чтобы они уже прекратили в конце концов. Вот такие новости из Луганской области. Алексей. Понятно, Слав. Спасибо за работу. Это был мой коллега Ярослав Кречко. Он продолжает свою каденцию в зоне АТО. Каждый день жители оккупированных городов рассказывают нам о жизни в их родных Донецке и Луганске. Сегодня нам удалось связаться еще и с Красногоровкой. Давайте послушаем людей. Воскресенье, понедельник и вторник мы просто наслаждаемся покоем. Просто счастливы. Оказалось, что в городе огромное количество людей. По моим внешним таким прикидкам около 700 тысяч. Транспорт забит, чего не было давно. В общем, люди счастливы в этих очередях стоят. Люди счастливы и ждать на остановках. То есть дончане по-прежнему живут под дамоковым мечом. Мы не знаем, когда, в какой момент прервется перемирие. У нас идут бои в районе аэропорта. По-прежнему обстреливается поселок Октябрьский. В нашем городе наступило благожданное перемирие. На данный момент в воскресенье они стреляют. Слышны где-то выстрелы и взрывы где-то вдалеке. Район аэропорта. В городе там где-то остается без света, без газа, без тепла. По слухам, вроде бы собираются делать электричество, но пока нет. Мариупольский плацдарм. Вчера там велись активные бои за Широкина. Как развивались события сегодня, узнаем у Эльвины Сеидбулаевой. Эля, здравствуй. Продолжаются ли бои и есть ли потери? Здравствуй, Леша. Широкин остается единственной горячей точкой под Мариуполем. Российские боевики вошли в село и заняли его восточную часть. Западную контролируют украинские военные, а центр остается нейтральным и под постоянным огнем. И сегодня боевики трижды из минометов и стрелкового оружия обстреляли наши позиции, а также атаковали при помощи тяжелой бронетехники. И в результате двое украинских военных ранены. Машина пехоты, яка из района Саханки ездила до Широкина с российским прапором. Противник обстрелил нас из артиллерийских систем, из минометов. Достаточно обстрелил нас. Мы ответить не можем. Потому что мы хотим створить умовы для перемирия. Нам наказано утримоваться. Мы выполним наказ. И сегодня мы побывали в самом Широкино. Прошлись по улицам, контролируемые украинскими военными. И села практически все эвакуированы. Дворы пустые. А те, кто остался, боятся выйти и ни с кем не общаются. Минские договоренности в Широкино боевики игнорируют. В поселке работает и снайпер. И украинским военным противостоят регулярные российские войска. Наши ребята сегодня утром нашли флаги России. Именно флаг военно-морских сил. Обязательно снайперы работают по-любому. 4-5 человек, как минимум. Широкино удерживают оборону, нацгвардии и вооруженные силы Украины. Среди защитников поселка есть и те, кто уже встречался с агрессором в украинском Крыму год назад. У нас в целом сборная солянка. Кто с Перевального, кто с Керчи, кто с Феодосии. Крым наш. Их он слава Украине. Героям слава. Противостояния в Широкино продолжаются. Бои тут не утихают. Алексей. Спасибо, Эля. Это были новости с Мариупольского плацдарма от Эльвины Сиидбулаевой. И о Донбассе, и о бюджете. Сегодня это, хоть и не в сессионном зале, но обсуждают народные депутаты. С кем встречаются, что предлагают, чем недовольны, знает Екатерина Лысенко. О Востоке сегодня говорят и в парламенте. Несмотря на то, что неделя не пленарная. Кристина Зеленкова, докладчик ПАСЕ, вчера была в Донецкой области. Сегодня говорит с украинскими нардепами о зеленом коридоре для немедленной эвакуации мирных жителей из Дебальцево. Чем ПАСЕ могут помочь, поясняют депутаты. Они будут вести переговоры. Это, конечно, будет вместе с ОБСЕ. Политично будут тиснуть на тех участников, которые должны решить это вопрос. То есть решить это вопрос только террористы. Мы считаем, что все-таки нужно усиливать и тиснуть на Российскую Федерацию, чтобы она выполнила договоренности. Суперегающие ПАСЕ стоят на той же позиции, что и Украина. Наши украинские войска выполняют договоренности. Террористические и пророссийские группы, особенно в районе Дебальцево, все еще штурмуют наши позиции. Спустя несколько часов в этом же зале тему Донбасса меняют на тему бюджета. Я прошу заниматься свои места, шановые коллеги. Представители Капмина приехали к депутатам говорить об изменениях в главной смете. Документ вчера зашел в парламент. Будет увеличена на 3 миллиарда гривен допомога тимчасово перемещенным особам. 12,5 миллиардов гривен будет выдано на покрытие населения, возможных подвищения тарифов на житлово-коммунальные послуги. Мы только его зарегистрировали и только его получили на руки. После того, как нам подали цифры, нам должны будет еще подать изменения в налоговый кодекс и в бюджетный кодекс, и другие там социальные налоги. Но некоторые цифры уже анализируют. Это не професийный документ. Этим законопроектом, который подан к парламенту, предлагается на 15% снизить пенсии всем работающим пенсионерам. Сумарный борг страны практически доходит до 90% ВВП. Практически сравнивается с ВВП. Такого не было никогда. На жаль, тут косметичные какие-то вещи. Сбільшение дохода частина бюджета за рахунок, сбільшение тарифов и рентных платежей. Становлено додатковое митро на кордоне. То есть это будет сбільшение, срастание цены. А самое главное, что закладена инфляция на уровне 25%, при том, что нет индексации зарплаты пенсии. Полученное от правительства теперь будут править всем миром, то бишь всем парламентом. И на все про все у депутатов 10 дней с учетом вчерашнего. Я ожидаю, что заседание будет ориентированно 26 лютого. И до этого времени мы должны очень эффективно построить работу, взаимодействие с урядом, чтобы не выходить на решения, которые мы должны были принимать в конце 2014 года в экстремальных условиях. 26-го будет внеочередное заседание, если Кабмин с парламентом найдут компромисс. А пока из Рады депутаты уехали к президенту говорить о реформах. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. В администрации президента заседал Национальный совет реформ. Повестку дня представители фракции вместе с министрами обсуждали в закрытом режиме. О чем говорили, узнаем у Елены Зориной. Она на прямой связи со студией. Елена, здравствуй. Заседание закончилось или нет? И известно ли тебе, какие реформы обсуждали все же? Да, Алексей, добрый вечер. Заседание, собственно, завершилось. Ну и, как выяснилось, касалось оно больше организационных моментов. В частности, назначили ответственность за те или иные изменения. Вот, к примеру, за реформу нефтегаза будет отвечать министр Демчишин, за налоговую Наталья Яреско. Ну и также наметили график встреч. Национальный совет реформ теперь будет заседать каждые две недели, а не раз в месяц, как ранее планировалось. Ну и подробно остановились на реформе управления госкомпанией. Вот какие изменения следует уже ожидать. Все должны пройти независимый конкурс, если освобождается место генерального директора. В следующий понедельник мы ожидаем, что кандидаты на должность генерального директора Укрзелезница будут поданы. Теперь активно давать советы Украине будет и Михаил Саакашвили, бывший грузинский лидер. Сегодня получил удостоверение. Он глава Международного совета реформ. И, собственно, к журналистам он обратился на украинском языке, но на вопросы уже отвечал на русском. Поднять зарплаты чиновникам, сделать электронным документооборот. Вот лишь те немногие советы, которые уже успел дать Саакашвили. Ну и говорил он о происходящем на Востоке и о режиме прекращения огня. Украина за эти последние сутки перемирия заработала очень важный политический капитал для последующего решения нашей главной задачи, чтобы окончательно изолировать и ослабиться агрессора. Украина получила дополнительные аргументы для того, чтобы потребовать оборонительных вооружений от западных партнеров. Следующее заседание Национального совета реформ состоится уже в начале марта. И то, что уже известно, что там будут обсуждаться. Это реформа нефтегаза, реформа здравоохранения, ну и вопрос дирегуляции. Так что советы Саакашвили явно пригодятся. Ну, на этом у меня все, Алексей. Главное, чтобы к ним кто-то прислушался, правда, Лен? Спасибо за работу. Это была Елена Зорина. Рассказала, чем сегодня занимался Национальный совет реформ. И вот, кстати, о Михаиле Саакашвили. Он и Зураб Адаишвили стали причиной дипломатического скандала между Украиной и Грузией. Прокуратура Грузии обратилась с просьбой к Киеву экстрадировать их. На родине Михаила Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. Тбилиси хочет получить и Зураба Адаишвили. Бывший министр юстиции Грузии сейчас консультирует украинское правительство. Киев уже ответил. Вот что рассказали в грузинской прокуратуре. Саакашвили и Адаишвили в Грузию пока не хотят. Вот что сказал нам относительно запроса главной прокуратуры Грузии сам бывший президент этой страны. Это надо не воспринимать серьезно. Грузия управляет главный частный акционер «Газпрома». На данной ситуации очень временно. После громкого ареста экс-депутат Александр Ефремов до сих пор в СИЗО. Подробнее о том, какие обвинения выдвигают и какие перспективы этого дела узнавала Ольга Рыцарь. Смотри на руки на свои. Посмотри, приедем. Вчера поздно вечером в плотном кольце конвоя Ефремова вывели из зала суда в наручниках. Суд решил поместить обвиняемого в СИЗО на два месяца. Или же бывшего депутата могут отпустить под домашний арест, когда за него внесут залог. 3 миллиона 600 тысяч гривен. До вечера сегодняшнего дня Ефремов остается в изоляторе. Пока его обвиняют по двум статьям. В злоупотреблении служебным положением и в служебном подлоге. Дело напрямую касается законов 16 января прошлого года. Таким смешным образом сконструировали такую вот конструкцию подозрения. Скажем, это не обвинение на данный момент. Собственно, как они будут это доказывать, пока я не вижу достаточно доказательств. И тут мнения юристов и политологов расходятся. Одни считают, что именно это обвинение не имеет перспектив. Депутаты по Конституции не несут ответственность за свою политическую позицию. В тот же час Ефремов, например, на отмену от того, что Калитника или Олейника не организовывал голосование, не легализовывал это голосование. Самые эти законы не вызнаны злочинными. Другие называют действия прокуратуры и суда вполне логичными. Общественный интерес и общественная значимость человека. Что имеется в виду? Вот как раз те самые пресловутые риски того, что человек может нарушить данную меру пресечения и попытаться скрыться. Пока Ефремов под стражей, в прокуратуре дорабатывают другие статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняют бывшего депутата. Такие, как финансирование сепаратистов. Но этим, скорее всего, не ограничатся, считают эксперты. Сам Ефремов заявил в суду, что денег на залог у него нет. Да и декларация о доходах не позволяет заплатить такую сумму. А уже к вечеру стало известно. За Ефремова залог внесли. Происхождение этих денег пока проверяют. Скорее всего, уже к завтрашнему дню экс-председатель фракции партии регионов будет под домашним арестом. Ольга Рыцарь, Александр Данилов. Подробности. Телеканал Интер. Судьи просят защиты у президента. Окружной административный суд Киева обвиняет в грубом и циничном нарушении закона столичную прокуратуру и УБОП, которые уже второй день проводят в здании суда обыски. Якобы из-за того, что судьи выносили решение по некоторым делам, будучи за границей. Служители Фемиды это отрицают. Глава суда уверен, это политическое давление со стороны правительства. Ведь суд рассматривает многие громкие дела. Работники УБОС вели себя нагло, дерзко, с применением физической силы к работникам суда. Мы считаем, что такие действия работников прокуратуры города, следователя, работников милиции связаны с тем, чтобы показать нам, какое нам надо принять решение. Среди этих резонансных дел, как мы считаем, есть дела о восстановлении на работе люстрированных прокуроров и милиционеров. Кроме этого резонансного дела, например, вынесение нам нашим судом постановления об отмене постановления Кабмина по ограничению социальных выплат в зоне АТО. Обыски связывают и с делом о запрете Компартии в Украине. Очередное заседание назначено на завтра. Однако у судьи, которые ведут дело, изъяли компьютеры и документы. Тут не исключают. Таким образом, Министерство юстиции пытается затянуть резонансный процесс, подыгрывая тем самым КПУ. Генеральная прокуратура объявила в розыск 11 депутатов и чиновников Крыма. Обвиняют в причастности к сепаратизму, в частности, организации псевдореферендума. В списке самопровозглашенные председатель Госсовета Константинов, глава Республики Аксенов, заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ России Березовский и прокурор Поклонская. Вы ее помните как няш-мяш. Суд дал уже разрешение на их задержание. А украинцам нужно смириться с потерей Крыма. Это заявила Марила Пен, давняя почитательница Путина. Рассказала она это в Польше. И здесь, среди местных левых, появились те, кто готов вторить французской ультраправой. С подробностями София Гордиенко. Интервью появилось в польском еженедельнике Дожедше. То есть, кстати, с подзаголовком «Женщина, которую боится вся Европа». Политик буквально слово в слово цитирует российских мэтров пропаганды. Мол, в Украине случился нацистский переворот, «А Крым — это исконно русская земля. И с Путиным надо бы помягче, а от Америки держаться подальше». В общем, ничего нового, но непривычного польского читателя, журналист, который брал у мадам Лепен интервью, предпочел предупредить. Взгляды у нее необычайно контроверсионные. Она говорит, что Франция должна покинуть НАТО, потому что НАТО обслуживает только интересы США. А эти интересы не отвечают интересам Франции. Кстати, в Польше тоже появились свои Марины Лепены, только помоложе и покрасивее. Здравствуйте, меня зовут Магдалена Огурек, я кандидат наук. Это девушка с нарощенными ресницами и фамилией Огурек, то есть Огурец, кандидат в президенты Польши от Союза левых демократов. Есть такая партия, сколоченная бывшими коммунистами после развала СССР. Огурек любит российский канал Russia Today, не только за красивые глаза. Не в наших это интересах, чтобы российские медиа показывали поляков, как врага России номер один. Волгожате, конечно, еще не хватает липеновской матерости, но такие вещи приходят с опытом и возрастом. У нее другие преимущества, среди которых, кстати, и актерский талант. Огурек сыграла в нескольких фильмах и сериале. Особенно хорошо ей удавались роли секретарей, тех, которых держит для красоты. Вы секретарь директора? Я одна из секретарей. Есть еще вторая помощница для работы на компьютере и других дел. А вы тогда что делаете? А я завожу людей в кабинет. Не хотите ли кофе? Купятся ли поляки на ужинке малгожаты, станет понятно уже осенью на выборах президента. Обычно левые занимали почетное третье место. София Грденко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Кремлевский куратор СНГ Сурков предлагает ликвидировать границу между Россией и самопровозглашенной Абхазией. Утверждает, что это соответствует стратегическим интересам двух стран. Но вот о других стратегических интересах, внутренних, расскажет Данил Русаков, наш САПКОР в Москве. Миграционная служба России, кажется, сама запуталась в креативе своего начальства. Срок действия патентов для трудовой деятельности, которые вели для приезжих массово, истекает уже 1 марта. К чиновникам выстроились огромные очереди из тех, кто хочет продолжить работу на территории Федерации. С количеством желающих просто не справляется. В основном это, кстати, граждане среднеазиатских республик. Из кабинетов доносятся отчаянные крики продлить хотя бы еще на один год срок действия старых патентов. Их, кстати, можно было оформить только у физического лица работодателя, причем без сдачи экзаменов на знания русского языка и даже истории. Уже 15 лет у нас у власти стоят одни и те же люди, де-факто. И при этом они умудряются сейчас проблемы демографии списывать на санкции. Вопрос демографии, он длительный. И чтобы ее как-то компенсировать, помимо повышения рождаемости в Северо-Кавказском округе, они еще привлекают неограниченное число мигрантов из Средней Азии. Есть еще одна теория, зачем власти Федерации затеяли очередную чехарду с мигрантами. Сдав все справки и экзамены, теперь это обязательное требование. Приезжий будет вынужден платить по 65 долларов в месяц, разумеется, в казну государства. Мигранты из стран СНГ в Москве устраиваются обычно на низкоквалифицированные специальности, не всегда на высокую зарплату. Это дворники, грузчики, продавцы в ларьках. Но теперь туда хотят трудоустраивать оставшихся без работы россиян, чтобы предотвратить социальные бунты. Отчасти, может, и поэтому в магазины Москвы вернулись бутылки дешевого вина Анапа. Выходцы из СССР хорошо помнят их как извечный атрибут хронических алкоголиков. И теперь получается для народа от сахи сплошная идиллия. И работа, и выпивка есть. Так, наверное, будет спокойнее для российской власти, конечно же. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Интер». Андрей Макаревич снимается в рекламе предвыборной, причем в Израиле. Прогнулся ли Макаревич под изменчивый мир? Продолжит Сергей Ауслендер. Пусть старая джинса давно затерта до дыр. Кто из нас не знает этих слов. Но когда этими словами начинается предвыборная реклама, то тут Андрей Макаревич, что называется, удачно раскрылся. Конечно, в том, что певец снимается в предвыборном ролике, ничего криминального нет. Но Макаревичу сразу припомнили, что именно этой песней он встречал Путина и Медведева, когда последний стал президентом. Кроме того, на профессиональном сленге слово «джинса» означает «скрытая реклама». Хотя в данном случае, конечно, ничего скрытого не было. Однажды он прогнется под нас. За микшерским пультом в студии лично Авикдор Либерман, лидер партии «Наш дом. Израиль». Он давно использует в своих предвыборных кампаниях российских артистов. В прошлый раз, это было в 2006-м, для него старался Александр Розенбаум. Он исполнил песню «Наш дом. Израиль». Розенбаум тогда даже частично пел на иврите. Партия НДИ ориентирована на русскоязычный электорат, иными словами, на выходцев из бывшего СССР. Она стабильно набирает на выборах приличное число мандатов, попадает в Кнессет и в последние годы без нее сформировать правительство практически невозможно. Как пиарщики НДИ вышли на Макаревича, уж не знаю, но совершенно очевидно, что у этого исполнителя из-за его яркой антивоенной позиции в России сейчас проблемы, в том числе и финансовые, так что не грех и подзаработать. Тем более на исторической родине. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер». Израиль. Кому готовиться к призыву, кто в НАТО прокололся на географии и Вашингтон в эпицентре снежного урагана? Об этом во второй части программы. Продолжаем подробности. Откупные от АТО. Сколько брали за откос от фронта в Закарпатье? Нелюбимчики мира. Какую нацию на Западе и в глаза бы не видели? Снова в строй. Президент подписал указ об очередных призывах на срочную службу. Забирать в армию в этом году будут дважды, в апреле, мае и в конце осени. 18-летних не призовут. Возраст солдат от 20 до 27 лет. Кабмин, согласно указу, определит количество солдат и объемы финансирования. Тех, кто уже отслужил свой срок, весной уволят в запас. Снова взятка и снова за откуп от службы в зоне АТО. Второй случай за неделю в Закарпатской области. Сколько стоит откосить по меркам закарпатских военных чинов, расскажет Марина Коваль. Временно исполняющего обязанности командира военной части задержали сразу же после того, как солдат-контрактник передал ему взятку. Вот на оперативном видео сотрудники СБУ находят в рабочем столе меченые купюры. 5 тысяч гривен. Откуп от службы в зоне АТО. Сейчас и у командиров СИЗО мы пытались получить комментарии руководства военной части, в которой произошел инцидент. Нам отказали, сославшись на чрезвычайную занятость. Зато рядовые солдаты не скрывают, что думают. И о тех, кто взятки дает, и о тех, кто их берет. Кто откупляется, это уже, извините за выражение, секунду. А тот, кто берет хабаря, это уже тоже не людина. За последнюю неделю это уже второй случай, когда высшие военные чины Закарпаття попадаются на взятки. На прошлой неделе задержали районного военного комиссара. За 500 долларов он согласился отмазать призывника от мобилизации. Руководство области, которое также контролирует отправку бойцов в зону АТО, уверяет, вместе с правоохранителями открыли второй фронт борьбы со взяточниками. Требо признать, что у нас присутствие хабарничества. Присутствие хабарничества в войсковых комиссариатах. Присутствие хабарничества в комиссиях. И хабарники должны знать, что они должны усунуться от взаимных посад. Они должны пойти. Глава облгосадминистрации уже обратился к министру обороны, чтобы тот поменял военкомов. Прислал людей из других областей. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Больше, больше и больше денежной помощи от НБУ банковской системе, которая в сложном положении. Но кто получает львиную долю, да еще и клиентов при этом обирает? Леонид Аборин разбирался. Кредитка от Приватбанка оставила практически голодной семью Мелитопольца Сергея Кулинича. Мужчина должен был банку деньги, которые у него же похитили с карточки. Случилось это перед Новым годом. Сергей заподозрил неладное, когда внезапно заблокировали его номер мобильного телефона. Дозвонившись на горячую линию Приватбанка, узнал, с его счета кто-то снял 5000 гривен. Я попросил ее заблокировать, и они подтвердили факт мошенничества. Это было сказано мне по телефону, что это был факт мошенничества, и заблокировали не карточку. Еще 5000 гривен исчезли позже с уже заблокированной кредитки. Заявления в милицию и жалобы на горячую линию банка пока безрезультатны. Когда оформлял в Приватбанке кредитку, говорит Сергей, деньги нужны были на лечение ребенка. Старший сын-инвалид по слуху нуждался в дорогостоящем слуховом аппарате. Теперь семья, в которой на сегодняшний день все остались без работы, должна вернуть финн-учреждению не только потраченные, но и все украденные кем-то деньги. Да еще и с процентами. А это почти 18 тысяч гривен. Сергей не исключает, что мошенником может быть кто-то из сотрудников банка. В банке знают кодовое слово. Так же самое, когда обращаешься в банк, знаешь кодовое слово. Все данные получаются в них компьютеры. Сейчас обворованная семья надеется только на милицию, что там смогут найти мошенников. А вот в репутацию банка больше не верят. Банк переложил всю вину на клиента. У киевлянина Ростислава тоже с карты исчезли 15 тысяч гривен. Мне выпустили золотую карточку, приватбанковскую. И буквально через 10 дней с этой карточки пропали средства полностью все. Коллекторы, да, звонят. Они все равно звонят и как новую историю требуют рассказать. Такие случаи могут лишь подкрепить мнение, что финн-учреждение находится в сложном положении. В минувшем году приватбанк, по данным сайта «Наши гроши», получил больше всех помощи от государства рефинансирования НБУ среди всех украинских частных финн-учреждений – 19 миллиардов гривен. Только за январь 2015-го, по данным НБУ, еще почти 2,5 миллиарда гривен. Есть отток депозитов, есть крупное становление, особенно с валютными депозитами. Это свидетельствует о недолеках в банковском наблюдении. Нужно, в принципе, такие большие банки дробить. То есть их нужно разделять на несколько, чтобы не государство зависело от банка, а банк зависел от регулятора. Приватбанк – это почти 7% всей банковской системы страны. Его крах может вызвать взрыв всего финн-сектора Украины, считает эксперт и подчеркивает. Если такие суммы выделяются государством для спасения банка, то можно хотя бы ограничить доступ такого финн-учреждения к валютному рынку и снизить зарплаты его топ-менеджеров. Раз довели банк до такого состояния. Леонид Аборин, Владимир Самченко, подробности, телеканал «Интер». Доминик Страскан снова готов вернуться в большую политику. Американский генерал очень плохо знает географию Украины и неугодные Великобритании и США. Кто бы вы думали, да, россияне. Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Злейший враг американцев Россия. Так считает по меньшей мере каждый пятый житель Америки. Согласно последнему соцопросу, Российская Федерация уступила место врага номер один Северной Корее. При этом, в принципе, отрицательно. К России относятся 70% американцев. Это худший для Кремля показатель за последние четверть века. Не хотят видеть россияны в Великобритании. Российские делегации отказали в участии в крупной оборонной выставке. Мероприятие DSEI 2015 должно состояться осенью, но уже сейчас заявку россиян отклонили. В Москве этим, естественно, раздосадованы. Россиян уже не пустили на знаменитый авиасалон Фарнбора. Теперь вот и сухопутное вооружение не получится миру представить. Высокопоставленный генерал НАТО не знает, где находится Мариуполь. Командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес перепутал местонахождение украинского города. Сказал, что Мариуполь расположен у Черного, а не Азовского моря. Ошибку заметили журналисты, да и сам Ходжес не стал отказываться от своих слов. Мол, оговорился, с кем не бывает. На самом деле не раз видел город на карте и точно знает, где он. Доминик Строскан оправдан. Французская прокуратура сняла все обвинения со скандального политика, которого обвиняют в сутенерстве. За несколько часов до вынесения вердикта ключевые свидетели этой девушки легкого поведения вдруг отказались от всех претензий. Бывшего главу МВФ обвиняли в создании банды, которая снабжала проститутками многие отели, а также организовывала секс-вечеринки по всей Европе. Ода простой и чистой любви стала главным хитом Китая. В Поднебесной все поют и танцуют под песню «Папа Си и Мама Пен». Это история отношений главы коммунистической партии Си Цзиньпина с супругой Пен Люянь. Авторы наблюдали за читой на официальных мероприятиях и пришли к выводу, это идеальная пара. Правда, некоторые усматривают в музыкальном произведении пропаганду. А БВГД-ка в паспорте. Жительница Колумбии выбрала для себя одно из самых оригинальных имен в мире. Ее зовут как последовательность букв всего алфавита, латинского. A, B, C, D, E, F, G и так далее. Барышня меняет личные данные не впервые, у нее и ранее были не менее эпатажные имена. На сей раз процедура длилась целых два года. Местный нотариус заявил, что вынужден был зарегистрировать Абракадабру, иначе нарушил бы закон. Буря в Вашингтоне, столица Америки в эпицентре снежного урагана. Что сейчас там происходит, знает наш американский сапкор Дмитрий Еловский. До Вашингтона добралась Октавия. Именно такое название получила снежная буря, которая обрушилась на центральные штаты американского восточного побережья. Под конец зимы стихия нанесла удар по столице. Здесь на самом деле любой маломальский снег вызывает сразу множество проблем. Например, за вчерашний день и минувшую ночь выпало около 15 сантиметров осадков. Казалось бы, не так много, но к такому в относительно южном городе просто как-то не привыкли. Поэтому все федеральные учреждения оказались закрыты. Не работают. Белый дом, Газдеп, ФБР и ЦРУ. Кто может, трудятся из дома дистанционно. Однодельный отпуск, впрочем, не дали тем, кто занимается экстренной работой в государственных ведомствах. А вот школьникам очень повезло. Сегодня у них выходной. Да и владельцы небольших компаний предпочитают не вызывать на работу сегодня своих сотрудников. Самая сложная ситуация сейчас сложилась в аэропортах. Авиакомпании отменили более 2,5 тысяч рейсов. Из-за непогоды закрыты или работают с ограничениями аэропорты Северной Каролины, Тенниси, Нью-Йорка, а также столичного округа Колумбия. С большого снега за последние дни в Америке погибли 25 человек. Кто-то попал под снегоуборочную машину, кто-то скончался во время ДТП. В Америке автолюбители зимнюю резину не ставят. Так что любое обледенение дороги сразу создает аварийную ситуацию. Температура, казалось бы, тоже не аварийная. Сейчас около минус 5 градусов по Цельсию. Но во многих штатах величие излучайное положение. Жителям советуют сегодня оставаться дома. Накануне в продуктовых магазинах был невидимый ранее ажиотаж. Люди закупались на случай затянувшегося шторма. Снегапокалипсисом, как его тут называют. Но, впрочем, синоптики обещают затишье уже в самые ближайшие дни. И небольшое потепление к выходным. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрели. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин